Денис, приветствую тебя! Привет всем! Соответственно, обсуждаем технику, фундамент, рынки, в целом возможности, говорим о ключевых событиях и все это, друзья, для того, чтобы у вас было побольше информации, больше вводных для принятия торговых решений. Сейчас их принимать очень непросто, поскольку рынок крайне волатильный и, конечно же, велика вероятность совершения какой-либо ошибки. Но если контролировать риски, следить за загрузкой депозитов, не игнорировать риск менеджмент, все будет хорошо. В общем, информацию мы сегодня вам подкинем, как и что можно делать. Соответственно, сейчас это очень актуальная встреча, потому что сегодня можно подвести итоги заседания американского регулятора и анонсировать как раз еще два очень важных фундаментальных события. Типа заседания ЕЦБ и заседания Банка Англии, которые, собственно, пройдут сегодня. Ну, пару слов буквально по поводу ФРС. Ставку повысили в соответствии с ожиданиями на 25 байсных пунктов. Причем я был немного удивлен той чрезмерной реакцией, мне кажется, в плане снижения курса американского доллара, потому что допустил бы, что такие распродажи могли бы иметь место быть, если бы ФРС действительно дал конкретный сигнал, что он дальше будет замедлять темпы повышения ставки, в конечном счете после мартовского заседания возьмет паузу. Но этого не произошло. Денис, ты на связи, а то картинка периодически зависает. Ты меня слышишь, да? Да-да-да, на связи. Отлично, отлично. Американский регулятор в лице Паула дал понять, что ставка как росла, так и будет расти дальше, потому что инфляционные риски по-прежнему сохраняются актуальными. Причем сейчас уже многие спекулируют даже на тему того, что следом за мартовским повышением ставки тоже на 25 байсных пунктов в мае еще точно такое же решение будет принято. И на пресс-конференции после решения по ставке Джером Паула подтвердил, что на текущем этапе не видит еще достаточного прогресса в виде такой устоявшейся тенденции о снижении инфляции. Поэтому ограничительная процентная ставка, которая, на мой взгляд, может называться такой, только если превысить 5%, будет характерна для американской экономики в течение длительного периода времени. Но если быть прям совсем реалистом, наверное, и правильно интерпретировать то, что было сказано Паула, можно сказать, что такого рода риторика должна была стать причиной хотя бы какой-то поддержки для курса доллара. Но этого не произошло. Сейчас индекс доллара котируется уже на многомесячных минимумах, но как раз срочные сделки носили другой характер. У нас даже в прошлый раз мы подсвечивали локальные возможности, на которых можно заработать в плане интереса к рисковым инструментам. Я предлагаю вот сейчас, поскольку эстафета переходит к ЕЦБ, оценить ситуацию с евро. Давай к демонстрации экрана. Пара евро-доллара сейчас котируется на отметке 1.10.04. Какой вывод делаем? Раз ФРС поднял ставку на 25 байсных пунктов, значит, весьма уместным сейчас будет говорить о контрасте монетарных политиков и дезерва ЕЦБ, потому что ЕЦБ сегодня, даже посмотрите экономический календарь, планирует поднять ставку на 50 байсных пунктов. Причем, если рассуждать, опять же, что ФРС, возможно, после мая, действительно возьмет паузу повышения процентной ставки, ссылаясь на комментарии Кристины Лагарда, мы знаем, что ЕЦБ будет повышать ставку практически на каждом заседании этого года. И она, в принципе, достигнет похожих значений со ставкой американского регулятора. То есть ЕЦБ будет и дальше активно ужесточать политику. Я думаю, что им это действительно необходимо делать, потому что инфляция остается существенно выше целевого ориентира. Если в Штатах хоть какие-то признаки есть замедления инфляции, то в отношении ЕЦБ, вот буквально последний отчет вчерашний, инфляция 80,5%. Конечно же, сильно контрастирует с цифрами в США. База инфляции вовсе не снизилась за месяц. Поэтому, может быть, пиковое значение по индусу привилительских цен в еврозоне еще не позади, а очень даже впереди. И ЕЦБ, понимая это, все-таки сейчас сохраняет жесткую монетарную политику. Я периодически еще говорю, особенно когда касаюсь золота, про индекс рыночных настроений. В отношении евро-доллара такая ставка на оценку рыночной психологии тоже сейчас актуальна, потому что мы видим, что большинство толпа трейдеров сидит в шортах по евро-доллару, и рынок прямо идет против толпы. То есть не игнорируйте сам факт того, что рынок всегда движется против сосредоточения большого количества ордеров и против тех, кто считает, что он должен повести себя так или иначе. Путь наименьшего сопротивления для евро с учетом фундаментального фона, с учетом того события, которое мы сейчас ждем, с учетом доллара, который не оправдал надежды покупателей, сейчас исключительно вверх. И я бы попробовал, Денис, сегодня даже рискнуть. Это зачастую благородное дело, когда речь идет о новостях. И попробовал подловить европейскую валюту в рамках текущей торговой сессии на отметке 1.11, где-то там. Вот рядом с этим уровнем можно будет фиксироваться, потому что достаточно нужно признавать даже как косочную локальную победу и не жальничать. Что касается британской валюты, здесь я не такой уж оптимист, что фунт будет расти, хотя если положиться на то, что фунт должен реагировать на слабость доллара, да, конечно же, скорее всего, фунт пойдет вверх. Но сегодня Банк Англии десятый раз подряд уже повысит процентную ставку и очень много негатива связано с тем, что ужесточение политики создает большое количество экономических проблем для Англии. Я с этим абсолютно согласен, особенно с рынком недвижимости. Британская экономика – это экономика, которая ориентирована на потребителей. Если возникает кризис недвижимости, он коррелирует с потребительской активностью и еще больше топит экономику в целом. И, кстати, последний прогноз, что от Международного валютного фонда Англия в этом году просядет на 0,6%, это будет худший показатель среди разных стран. Я думаю, что Банк Англии, я его понимаю, он тоже борется с инфляцией, повышает ставку, но, к сожалению, оценивать долгосрочные последствия от этих повышений ставки, они могут оказаться куда более негативными для экономики. Я бы попробовал. Вот сейчас пара фунт-доллара у меня открыта. Мы видим довольно размашистый коридор, который, по сути, с 1,23 до 1,24,50. И посмотреть на нижнюю конец этого коридора, кто хочет рискнуть, в расчете на то, что повышение ставки в Англии – это не такое повышение, как в Еврозоне и США. Можно попробовать выставить отложку sell-100 с уровня 1,23 с стоп-лоссом 1,2370 и take profit на отметке 1,21. Это краткосрочная сделка с учетом того, что фунт я не верю, поскольку ожидаю, что ужесточение политики в Англии – это больше зло, чем какие-то позитивные последствия. Ну и что касается рынка нефти, 83 доллара за баррель сейчас. Я долгое время и, в принципе, до сих пор продолжаю верить, что цены, скорее всего, восстановятся. Мы движемся в рамках такого тоже широкого восходящего канала, приближаемся сейчас к нижней границе. Страна ОПЕК вчера приняла решение оставить квоты по добыче на прежних уровнях. У нас есть еще и слабый доллар, у нас есть оптимистичная, позитивная статистика из Китая, где рост деловой активности в промышленности и сфере услуг доказывает, что правильно сделали власти, что все-таки отказались от политики нулевой терпимости. Думаю, что в отношении черного золота бренда WTI нужно просто ожидать более устойчивого развития обычной динамики. Считайте, что нижняя граница где-то в районе восходящего канала, в районе 82, 80, точнее 82, 50 и 80. Это идеальная точка входа для того, чтобы открывать ланги и ждать уже 90 и выше. Так, хорошо. Значит, тебя я прослушал эти все моменты. Хочу тоже сейчас некоторую внести ясность. Все, мой рабочий стол сейчас виден. Итак, значит, по поводу евро. Я согласен с тем, что добой вверх более чем возможен. Да, действительно, потому что сегодня и ставка ЕЦБ будет. Плюс ко всему на вчерашней ставке ФРС вот это вот движение вверх, оно, ну, лично с моей точки зрения, по технике было вполне ожидаемо, потому что на вебинаре по МДЛик я еще говорил о вот этой кумулятивной дельте, которая жестко была отрицательной, и, конечно, как правило, это признак того, что после отката вниз будет продолжение роста. Единственное, что я думал, что откат, ну, чуть-чуть поглубже сделают, но здесь что произошло? У нас вот в этой самой нижней четырехчасовой свече вот такой торчащий огромный АСК. Вот он у нас есть. И вот этот вот АСК по цене 1.08, ну, если округли, 1.08.12, это очень агрессивные были рыночные покупатели. То есть прямо по рынку откупили, здесь частично позицию сбросили вблизи сопротивления, и потом уже на самой ставке добили. Что у нас есть сейчас? На данный момент цена зашла в область опционного спрета, точнее, самое-самое его начало, также совмещенно с контрольной маржинальной зоной. В принципе, диапазон сильный, то есть он немного сместился, потому что появились вот эти вот заливки, и поэтому диапазон стал шире. 1.10.15, 1.11.20 – это тот диапазон, который у нас есть на данный момент. Я здесь открыл рано утром, точнее, лимитка сработала на продажу, вот по вот этому объемчику, который был 1.10.22. Но здесь в чем нюанс? Если вот в течение, как раз перед ставкой, в течение 4 часов не будет сделана реакция вниз, то, конечно, на ставке я закрою. Но у меня еще есть такое впечатление, что да, сегодня ожидается на полпроцента поднятие процента ставки ЕЦБ, но при этом я думаю, что они прогнутся под рынок так же, как это сделали ФРС, потому что в долгое удержание ставки ФРС рынок не верит и закладывает то, что до конца года на полпроцента ставка будет понижена, и плюс ко всему начнут понижать после июня. А ЕЦБ, я думаю, после вчерашнего заседания ФРС примерно подобную историю может повторить. То есть на самой ставке локально евро может еще подрасти, конечно же, потому что полпроцента это немало. А потом уже на заявление ЕЦБ о том, что мы будем смотреть, следить за инфляцией, если получится, что она будет дальше ускоренно снижаться, то, что ситуация по контролям, то, соответственно, мы увидим очень жесткую обратную реакцию, поэтому зависит от того, как рынок в это поверит. Я не думаю, что далеко, а наверх выстреле, то есть у меня граница это в районе 1.11.20, выше там практически ничего нету, то есть это последнее, что у нас здесь остается. Поэтому, собственно, вот с этого диапазона я уже ожидаю выход дальнейший вниз, вот с этого диапазона. С какой его частью, пока сложно сказать, потому что это нужно уже будет по уточняющим объемам смотреть. Но в целом сам по себе диапазон важный значимый. По фунту меня он немножко, знаешь, удивляет своей такой инертостью. Я понимаю, что сейчас в Британии не лучшие времена, но, опять-таки, глядя на общую картину, сейчас она находится в области очень сильных стратегических сопротивлений. И верхний диапазон, вот он, 1.24.50, 1.25, это очень сильная область как раз для сопротивления. И верхушка как раз зона опционного спрета. В общем, при таком раскладе, я думаю, что цена все-таки зайдет внутрь этого диапазона и ее скинут опять обратно. Потому что вчера на ставке фунт показал себя слабее всех. Вот реально относительно всех остальных валют фунт был самый слабый. Я ждал от него, что еще с понедельника, что сделаю добой выше, но как-то оно пока все никак. Но я думаю, на сегодняшней ставке от Банка Англии, то вот этот добой как раз произойдет. Поэтому здесь у них общая, можно сказать, синергия. По евро тоже в идеале добой вверх, и там будет один очень интересный паттернш, знаете, на разворотку. Так, что касается… Да, кстати, тогда уже и пару слов про индекс доллара. Дело в том, что по индексу БАКСа цена по-прежнему в зоне, назовем ее буферной зоне, поддержки находятся. То есть уровень 101.30 здесь по-прежнему есть. То есть это такой долгосрочный уровень. И по нисходящему каналу как раз снова уперлись в его нижнюю границу. То есть вот такой вот треугольничек – это и есть наша область поддержки. Вот цена как раз на ее нижней границе. Потому что если падать вниз, да, в долгосроке он будет падать. Я действительно это ожидаю. Причем падение где-то в район 98-99. То есть вот в эту границу и примерно как раз вот к этим экстремумам. Но без отката… Хотя кто его знает, в принципе. Росло тоже безоткатно. Но это был 22-й год. Я бы назвал его аномальным. Сейчас все-таки это не совсем аномальный год. И поэтому все равно просматривается момент, что будут пытаться его все равно откинуть. А что касается нефти. Вот по нефти здесь какая ситуация. Значит, вчера еще было сделано очень классным, был сделан возврат. Значит, зона продавцов, сочетаемая с крупными объемами, также сочетаемая с опорным объемом, который проталкивал вниз. Это проталкивающий объем. И также прошлонедельным ключевым профилем. Вот он как раз торчит. Там чуть-чуть цена до него не дошла. Сюда же также попадала одна вторая маржинальная зона сопротивления. В общем, вот эти вот четыре фактора вместе, если взять, они у нас в совокупности дают вот такую зону. То есть округляем это 79-50-80-50. То есть всего лишь статиковая зона. Это достаточно узкая, как для нефти. И вот здесь вот самый главный вопрос. Насколько глубоким будет снижение? О том, что внизу уже тоже сделаны заготовки для достаточно сильной поддержки. Они находятся в районе 67-68. Вот такой вот диапазон. Это то, что есть на данный момент. Ну, экспирация здесь будет через две недели у месячных опционов. По блочным у нас там зазор есть еще по времени достаточно долго. При этом верхняя граница тоже очень значимая. Вот этот интересный момент. Будут ли добивать вот сюда? Я в том, что сейчас вблизи цены очень сильная поддержка есть. И я пока что, пока что все-таки выберу вот такой вариант. Потому что на долгосрок я считаю, что движение к 90 и выше у нас в приоритете. Но вот этот диапазон, он однозначно очень сильная поддержка. То есть помимо того, что здесь нижняя граница канала, здесь же у нас контрольно-мажинальная зона, здесь же и прошлая область накопления еще с предыдущих контрактов. То есть получается вот эта вся область – это одна крупная глобальная поддержка. Поэтому какую-то реакцию все равно здесь дадут. Будет или не будет разворот, пока сложно реально об этом сказать, потому что это нужно уже уточняющий, смотри, сигнал, уточняющий объем. Потому что те, которые сейчас есть, то они больше запроталкивают. Вот последняя свеча проталкивающая, предыдущий был объем, тоже проталкивающий. Так что я за то, что все-таки добой вот этот вниз, его доделают. А потом реально вполне возможно здесь нам сформировать отскок. Потому что на долгосрок, еще раз говорю, жду в район 90. И в принципе это все неплохо коррелирует как раз вот с остальными товарными ключами. Я вот смотрел там и по кофе, по пшенице, это еще старый у меня был, по пшенице то же самое. То есть наклевывается у нас такая лонговая хорошая тенденция. Так что в принципе товарняк действительно готов немного двинуть выше. В то время как валюты уже практически на своих максимумах находятся. За исключением фута, по нему есть еще зазор для добоя. Поэтому я думаю, что на ставках сегодняшних добоев все-таки сделают уже те, которые самые значимые и необходимые. А там уже нужно будет смотреть, если дадут кульминационный объем, тогда уже от кульминации будем действовать. Такое мое техническое мнение. Спасибо, Денис, за рекомендации. Действительно, наблюдаем, смотрим, через неделю подведем итоги уже. Столько событий будет позади. Новый фундаментальный фонд появится, безусловно. Пока что работаем с откосочными тенденциями и, наверное, радуемся, что рынок настолько волатильный, чем он подвижнее, тем, соответственно, больше возможностей на нем есть, чтобы их конвертировать в прибыль. Денис, спасибо тебе за то, что нашел время, поделился идеями, точкой зрения. И тебе тоже хорошего закрытия недели трейдинга сегодня под ИЦБ. До скорых встреч. Спасибо. До скорой встречи и хорошего окончания недели. Спасибо. Пока. Продолжение следует...